МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот какой была эта неделя. Как дела? Коман Сава, Комэстас или Хауаю? Да нет же, в моде нынче китайский язык. Насколько сложно научиться в Нижнем Новгороде говорить на языке Поднебесной? И почему совсем скоро это будет в тренде? В сюжете Марию Ильяновой. И Хауа. Купили просроченный продукт у крупного сетевика? Планируете обратиться в суд? Тогда будьте готовы отстаивать свои права не меньше года. Почему, расскажет Антон Ганин. Сезон строительства дорог в самом разгаре. Дублер Борского моста, Южный обход. Как продвигается строительство века, расскажет Екатерина Снабкова. Форель меняет прописку. За мальками для разведения в рыбхоз в Адском районе приезжают со всей России. Выгодно ли это рыбное дело, выяснял Алексей Александров. Больше семи лет в центре города складируют сотни тонн отходов. Почему растет гигантская свалка, которую не замечают ни власть, ни органы надзора. В сюжете Сергея Щеплягина. Язык, который понятен каждому без перевода. Музыка разных народов мира. В репортаже Ксения Идориновой. Эта неделя вполне претендует на то, чтобы считаться поворотной в конфликте на Украине. Без преувеличения, все мировое сообщество и в первую очередь журналистское сообщество следит за судьбой съемочной группы российского телеканала Life News. Вот эти кадры на минувшей неделе обошли весь мир. На них корреспондент Олег Сидякин и оператор Марат Сайченко стоят на коленях со связанными руками. Украинские военные заявляют, что поймали не журналистов, а якобы террористов. На данную минуту немедленного освобождения этой съемочной группы требует сотни тысяч людей по всему миру. Видимо, в Киеве забыли, что журналист и на войне, и в мирное время. Лицо неприкосновенное. Мы присоединяемся к международной акции Save Our Guys, что в переводе с английского «Спасите наших ребят». В такой ситуации мы не можем оставаться в стороне и тоже просим их немедленно освобождения. Сейчас на Украине работают десятки российских журналистов, и в том числе журналисты из Нижнего Новгорода. Они просто выполняют свой профессиональный долг. Мы связались с Нижегородцами. Это съемочная группа телеканала НТВ. Сейчас они работают в Луганске. Корреспондент Виталий Калугин и продюсер Евгений Анисимов. Хорошо ли вы слышите нас? Здравствуйте, да, хорошо. Хорошо. Скажите, вам-то случалось встречаться с провокациями подобного рода? Ну, лично мы нет, но буквально несколько дней назад наши коллеги, съемочная группа, уже покидали после командировки города Донецка, когда они ехали на поезде, то при проверке документов была попытка подбросить им небольшой, скажем так, пакетик с веществом, с наркотическим веществом и обвинить их в том, что они незаконно провозят наркотики. Ну и, соответственно, после этого можно обвинить чем угодно, в терроризме, отправить в СБУ, несколько дней там допрашивать, как это произошло с нашими коллегами из LifeNews. Нас предупреждали о том, что такие попытки, попытки провокации могут быть, что нужно быть очень внимательным. Когда к тебе подходят люди, когда ты при проверке на, допустим, при проходе на какой-то пресс-конференции показываешь содержимое там своих сумки, своих там принадлежностей, нужно быть крайне осторожным и крайне внимательным, поскольку такие попытки бывают, но с нами вот на данный момент пока ничего подобного не случалось. К счастью. Ну, скажите, какие рекомендации, может быть, какие правила вам приходится соблюдать вот чисто из соображений безопасности сейчас? Даже не рекомендации, это очень строгие правила. Сейчас на территории Луганской республики действует военное положение. Военное положение подразумевает под собой абсолютно определенные вещи. Нельзя находиться на улице во время комендантского часа. Вот у нас, как у журналистов, есть вот такие специальные пропуска. На нем, если вы можете заметить, в районе Красной полосы написано на время комендантского часа. То есть, если меня остановит патруль, я могу показать этот пропуск. У обычных мирных жителей таких пропусков нет, и им рекомендовано не находиться в местах скопления людей, не передвигаться на легковых автомобилях и стараться вообще избегать каких-либо публичных мест, поскольку на территории Луганской республики в данный момент действуют целые группы провокаторов. с той целью, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии предстоящих выборов президента, который состоится здесь 25 мая. Так что, обстановка сложная, ее контролируют ополченцы, но ополченцы сами ходят с оружием, с автоматами Калашникова, которые направлены прямо на людей. По правилам обращения с оружием, оно должно быть направлено в землю, но ополченцы носят его на ремни и дула, когда ополченец подходит к тебе направлено, прямо на тебя, и ты смотришь, что у него еще и предохранитель опущен, то есть оружие не стоит на предохранителе, и это создает определенный дискомфорт. Здесь нет, ни у кого, по сути, искать защиту, то есть милиции как таковой нет, да, обратиться к кому-то крайне тяжело, и если, то есть, ну, стараешься не лезть на рожон, что называется, и если какие-то возникают конфликтные ситуации с теми же, допустим, ополченцами, там просят не снимать, бывали случаи, что у нашего оператора просто забирали камеру, и ты никому не пожалуешься на такую ситуацию, да, хорошо, что, слава Богу, обошлось, и камеру отдали, и ее, самое главное, не разбили, вот, поэтому, как бы, стараешься не вступать в расы, потому что с вооруженным человеком сложно, да, о чем-то спорить. Тем более, все мы прекрасно знаем, чем заканчивается для здоровья человека очередь из автомата Калашникова, и пули калибра 7,62. Это точно. Ну, скажите, вот в такой обстановке насколько тяжело работать чисто психологически? Мы отдаем себе отчет, что находимся на территории другого государства, хотя здесь и самопровозглашенная Луганская Республика дистанцирует себя от Украины, но все равно они провели референдум, только подписав, подтвердив акт государственной самостоятельности. Мы понимаем, что мы на территории другого государства, что здесь действуют другие законы, что здесь действуют другие силовые структуры, у которых стоят определенные задачи. Мы понимаем, что в случае, если мы попадаем в какую-то ситуацию, будет крайне трудно нам помочь, потому что официальные, скажем так, рычаги воздействия через Министерство иностранных дел, через какие-то там ноты протеста, они, как мы видим, опять же, по примеру с нашими коллегами-журналистами Live News, дают определенные какие-то там результаты только по истечении какого-то количества времени. То есть для того, чтобы спасти человека, грубо говоря, нужно, чтобы он несколько дней находился на допросах в СБУ, в Службе безопасности Украины. Только после этого может быть реакция российского сообщества, международного сообщества. Только после этого можно будет человека спасти. Еще бы хотел сказать, что психологически, конечно, сложно находиться в том плане, что каждый день прочитывая какие-то информационные новости, постоянно идет информация о том, что там будут город штурмовать. В 60 километрах, в 40 километрах от Луганска уже начинаются бои. И, конечно, очень много такой информации оказывается без, но в каждой новостной сводке когда-то может оказаться и правда. И поэтому ты находишься в состоянии постоянной боеготовности, так сказать, что сегодня утром или сегодня вечером может прийти сюда войска, потому что, на самом деле, расстояния не такие большие. Со вчерашнего дня идут бои под Лисичанском и село Рубежное. То есть, в принципе, это 80 километров, если как бы нацгвардия двинется вперед, да, и ей ничего не будет препятствовать на пути, то, в принципе, в течение дня она будет уже в Луганске, да, и бои могут начаться здесь. И вот приходится находиться вот в таком состоянии боеготовности постоянно. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. Берегите себя и быстрее возвращайтесь в Нижний Новгород. Спасибо. С нами на прямой связи была съемочная группа телеканала НТВ из Луганска. Пока на Украине противостояние только нарастает, в Нижнем Новгороде набирает популярность самый сложный язык в мире. Китайский. Надо сказать, что эту, видимо, не случайную закономерность, особенно в свете близких отношений теперь с Поднебесной, отметили на этой неделе в Институте Конфуция, который существует при Нижегородском лингвистическом университете. При всей сложности китайского, а там для элементарного понимания надо знать несколько тысяч иероглифов. Так вот, при такой сложности есть те, кто готов изучать этот язык за немалые деньги. Мария Ульянова удивилась новому тренду. Студентка Иньяза Ксения Волкова спрашивает одногруппницу, нравится ли ей изучать китайский язык. Та, в свою очередь, отвечает, что, несмотря на все трудности, язык Поднебесной полюбила практически сразу. И, вероятно, это придется сделать и всем, кто не хочет отстать от жизни. Между прочим, китайский прочт в языки международного общения. На сегодня это наиболее распространенный современный язык и один из шести официальных рабочих языков ООН. В Нижнем Новгороде прикоснуться к восточной культуре и языку, соответственно, можно в Институте Конфуция, который открыт на базе лингвистического университета. И ежегодно изучать китайскую грамоту с нуля приходит немало желающих. По-моему, уже у нас учатся достаточно много местных студентов и жителей. По-моему, достаточно. И я очень довольна, что у нас сейчас в университете более ста не только студентов, но и учеников еще трудоустроенных людей у нас учатся. Я очень довольна. Все они очень старательно занимаются. Тем, кто берется изучать сложную азиатскую культуру, позавидовать сложно. 80 тысяч иероглифов и лишь треть из них используется в повседневном общении. А чтобы поговорить на бытовую тему, нужно одолеть не менее полутора лет интенсивных занятий. Выдерживать такую нагрузку не всем. Естественно, язык не самый простой. Есть некоторый отток. Тех, кто не справился с нагрузкой, ну, к концу года, в общем и целом, остается достаточно большое количество. Ну, если, например, в начале вот этого текущего учебного года к нам пришло порядка 130 человек, именно новых человек, то к концу года из них осталось где-то порядка 100-105. Разгадать китайскую грамоту, конечно, непросто, но в институте конфуция используют как традиционные методы обучения, так и интерактивные игрушки. А тем, кто достигает определенных успехов, прямой путь в Китай. Летние лагеря или длительные стажировки выбирают сами студенты. Обменная программа очень популярная, тем более, что не меньше интерес и у китайцев к нашему языку. Я вот как раз преподавала русский китайцам, на китайском. У меня был первый курс, есть интерес. Особенно сейчас мы знаем, да, вот как раз наш президент поехал в Китай с визитом, очень перспективно изучать китайский, а китайцам очень перспективно изучать русский. Поэтому интерес к русскому языку в Китае тоже растет. Настя дописывает свою контрольную работу. Чуть менее года она бьется с иероглифами, но поговорить о погоде уже может. А вот философствовать пока сложно. У нее в планах поехать учиться через пару лет в Азию и на практике применить полученные знания. Я увлекаюсь китайской культурой и вообще азиатской в целом очень давно, уже больше пяти лет, наверное, и мне очень давно хотелось выучить какой-нибудь из азиатских языков, и я для себя выбрала китайский, так как и отношения России с Китаем очень развиваются, также в Китае экономика очень развивается, и возможно это принесет также мне какую-то пользу еще в будущем. В свете последних изменений политических реалий логично ожидать рост спроса на курсы китайского языка. Курсы стоят практически столько же, сколько обучение немецкому или французскому. Однако в прогнозируемом будущем самый изучаемый из всех азиатских языков в России претендует на звание обычного языка, а вовсе не экзотического, коим является сейчас. Мария Ульянова, Сергей Таиров, объективно, итоги недели ННТВ. Ну а началась эта неделя в Нижегородской области с серьезной проверки. Губернатор решил лично оценить, как идут работы по строительству всеми ожидаемого Южного обхода и насколько быстро возводится новый Борский мост. Масштаб лучше виден свысока. Результаты проверки вместе с губернатором оценила и Екатерина Снабкова. Вот так выглядит уже существующий Борский мост с высоты Птичьего полета. Пока еще затрудненные движения в сторону Нижнего, а по выходным заторы, пробки и реверс. Для комфортного передвижения нижегородцев и строится дублер моста. На сегодня в работе все опоры и пролеты между ними. Одновременно строятся и подъезды к новому мосту. Опыт предыдущих строек. Все работы сконцентрированы на устройство пролетных строений. Сегодня уже шесть пролетных строений смонтировано, 35 баллов уже лежат на месте. Тот финансирование, которое у нас определено, 670 миллионов рублей у нас было в 2013 году, сейчас 2 миллиарда 600 по 2014 году. То есть эти средства в основном направлены на то, чтобы максимально решить все вопросы с устройством пролетных строений. Дублер Борского моста, отмечает губернатор, растет на глазах. Развязка в Неклюдово начнет работать уже в 2015 году. Качество работы очень высокое. Мы делаем дорожное полотно с учетом больших нагрузок на транспортные магистрали, с учетом того, что здесь пойдет коммерческий большегрузный транспорт. Ну и применяются последние марки асфальт и бетонов, асфальт и ЧМА, которые дают где-то по скромным подсчетам рост износа устойкости наших магистралей где-то до 40%. Снова вверх. В поле зрения строительства третьей очереди Южного обхода сразу видно работы масштабные. Строительство Южного обхода началось в 1984 году. Первая очередь была закончена в 1993 в 2008 была закончена вторая очередь, а вот строительство третьей и четвертой очереди было заморожено на время экономического кризиса. В 2009 третья очередь возобновляет стройку и в этом году обещают закончить земляные работы. Строители разделяют обход на шесть участков. На одних ведутся работы по укладке асфальтобетона, на других кладут щебенком, на третьих строят насоби. Одновременно возводятся эстакады и искусственные переправы. Строительство третьей очереди Южного обхода протяженностью почти в 15 километров идет по графику. Путепровод на данном участке будет через две недели готов под укладку асфальтобетона. В этом году к осени планируем этот участок на 50% закрыть асфальтобетона. Вдобавок к Южному обходу необходимо отремонтировать уже существующую дорогу от Казанского шоссе, решает губернатор. Тогда уже весь коммерческий транспорт будет идти в объезд областного центра и крупных городов, а значит будет решаться проблема пробок. Нижегородское мнение в этом вопросе понятно. Сезон начался и смотрю там дорожные работы ведутся, заплатки делают, еще что-то там строят. С каждым годом увеличивается количество автомобилей, поэтому неминуемо увеличивается нагрузка на существующие дороги. Естественно это необходимо просто. Это не хорошо, не плохо, это необходимо. Екатерина Снабкова, Михаил Городников, Абектина, итоги недели ННТВ. Ну сейчас всего 87 секунд рекламы, и не секунда и больше, и мы вновь вернемся в эту студию. Не переключайтесь, вот о чем мы расскажем далее. Дело принципа. За просроченные перепелиные яйца нижегородцы впервые засудили крупную торговую сеть. Обратились к директору, на что она сказала, что ничего компенсировать нам не собирается. Кто еще может встать на защиту потребителей? Мы можем за вас отомстить. Чаще всего это бывают штрафы до 300 тысяч, даже до миллиона на юридическое лицо. Золотые рыбки. Где они плещутся теперь, если география поставок из Нижегородской области покрывает почти всю страну? Тамбов, Пенза, Рязань, Подмосковье. Родник бессилия. Свалку строительного мусора в садовом товариществе Родник не могут запретить уже седьмой год. Дом разрушили, даже кирпичную кладку, выбили все окна, сломали терраску. Кто еще должен подключиться, если не прокуратуре, ни городским властям эта свалка в центре города? Пока не по зубам. Ежедневно это больше сотни, я знаю, больше, наверное, двухсот грузовиков, они вообще стоят в очередь. В эфире итоги, и мы продолжаем. Прецедент недели. Ровно год, и вот такая упаковка просроченных перепелиных яиц понадобилась семье Ряхиных, чтобы своими силами, то есть без привлечения наемных адвокатов, засудить большую торговую сеть. Самое любопытное в этой истории, во-первых, суд едва ли не впервые официально подтвердил наличие просроченного товара на полках большого ритейлера в Нижнем Новгороде. Ну, а во-вторых, важен личный опыт ведения таких судебных разбирательств. Торговая сеть это уже система, а с системой бороться, как известно, дело неблагодарное. Кроме того, как рассказывает еще и целый штат опытных юристов и своя служба безопасности. Те, кто сталкивались с подобными конфликтами, рассказывают, в таких случаях возможны даже угрозы в адрес недовольных покупателей. Но, как бы там ни было, факт остается фактом. Суд встал на сторону покупателей. Антон Ганин следил за процессом и сделал свои выводы. Обычный поход за перепелиными яйцами для семьи Ряхинах обернулся большим судебным процессом длиной почти в год. Товар они приобрели в июле прошлого года, причем в сетевом магазине около дома, а не на базарном развале. Со слов покупательницы, она была готова решить вопрос без конфликтов, но диалог с руководством не сложился. Обратились к директору, на что она сказала, что ничего компенсировать нам не собирается. Более того, сказала, что это мы должны были смотреть сами виноваты, и что вы не смотрите, годен товар или нет, хотя это полностью ихняя обязанность. Я считаю, что как-то надо это останавливать, контролировать это при должном уровне персонала. Защиту Екатерины в суде представляет юридически подкованный супруг. При этом он оказался человеком весьма решительным, ведь тягаться силами пришлось с опытными юристами. Любая сеть гипермаркетов, таких содержит целый штат. Этого не надо бояться, заявляет защитник прав потребителя. К сожалению, суд единственный выход из подобной ситуации. Это кажется, что год, но фактически судебные заседания занимают не так много времени, просто зачастую именно пересылка, бумажный волокит основное время отнимает, но она не сказывается на остальной моей работе. И поэтому выделить там раз в полгода день на суд, это, я думаю, ни для кого не составит труда. Я бы с удовольствием, если у кого-то такие инциденты, готов безвозмездно помочь, потому что это не так сложно на самом деле. Люди зачастую сталкиваются с тем, что не могут защитить свои права в силу, допустим, юридической неграмотности или иных объективных факторов или боятся угроз со стороны магазина, воспринимают их слишком серьезно. Кстати, руководство компании не посчитало нужным объясниться в суде лично. На всех заседаниях их интереса представляют юристы, которые, оказывается, знают внутреннюю кухню и уберяют. В их сети просрочки быть не может. У нас есть программа производственного контроля в соответствии с техническим регламентом. Ежедневный контроль заведующего магазина, директором магазина, а также продавцом осуществляется контроль по срокам годности реализуемого товара и товарноходящего суда. То есть вы убеждаете, что не должен был быть реализацией находиться товар в системе числа? Нет. Пример Нижегородки для многих мог бы стать заразительным, если бы не одно но. Первоначальное решение районного суда, согласно которому супермаркет должен был выплатить 15 тысяч рублей покупателю за моральный ущерб и 7,5 тысяч рублей штрафа, сетевик обжаловал высшие инстанции областном суде. И решение заставляет задуматься, а стоит ли хотя бы по финансовым соображениям судиться не с каким-нибудь ларьком, а с крупной сетевой компанией. Взыскается ООО Аника в пользу Ряхина Екатерины Евгеньевны компенсацию морального беда в размере 1 тысяча рублей, штраф в размере 525 рублей. В остальной части решения оставить без изменений, в основную жалую представителя ООО Аника без удовольствия. Тысяча рублей это куру, ну или перепелка в насмых, считают Чатаряхинах. Они намерены идти дальше по судебным инстанциям. Это, конечно, будет конституционная жалоба на действия судей в Верховный суд РФ. Но это очень странно в первый раз такое решение. Согласитесь, подобная ситуация на потребительском рынке большая редкость. Сегодня мало кто решится на судебный тяжбы, даже если уверен, что его права нарушены. Но специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминают, ни одно обращение покупателей не остается без рассмотрения. Это не может вызывать сомнений. Мы выходим, находим нарушение и накладываем административное наказание. Чаще всего это бывают штрафы. А штрафы на сегодняшний день у нас колеблются от 1000 рублей на должностное лицо до 300 тысяч, даже до миллиона на юридическое лицо. В зависимости от того, какое было выявлено нарушение. Давно такие штрафы платили? Штрафы по 100 и по 300 тысяч рублей мы накладываем регулярно. Похоже, потребительский рынок вступил в новую стадию, когда любой конфликт необходимо решать на юридическом уровне. А что делать, если против наивного покупателя всегда готовы выставить матерых адвокатов? Жизнь заставляет быть всегда в тонусе, не быть излишне доверчивым и проверять товар, за который отдаете деньги. Антон Ганин, Михаил Горняков, Ренат Бикбаев. Объективно. Итоги недели. ННТВ. Удивительное обстоятельство открылось на этой неделе. Оказывается, половина живой рыбы в магазинах России родом из Нижегородской области. То есть к символам нашего региона хохломской и городецкой росписи и автомобилям газ вполне можно было бы добавить и малька. Тонны этих крошечных существ нижегородцы поставляют рыбным хозяйствам почти всей страны. Вот они, золотые рыбки нашего региона. Золотые, потому что прежде всего это выгодный бизнес, хотя и очень рискованный. Выращивание рыбы это сложный технологичный процесс. Естественную среду, особенно для экзотической рыбы, создают искусственно. А как бы еще на прилавках магазинов появилась нижегородская форель? Алексей Александров раскрыл секрет. Существа размером меньше головастиков и с большими глазами это карпы, только пока очень маленькие. Это они в специальном устройстве, только вылупились. Процесс появления на свет контролирует рыбовод Алексей Каляев. Рассказывает о том, как работает этот рыбий роддом. Сюда подается снизу вода, закладывается икра, и она как бы кипит здесь, ну, болтается. И по мере, ну, то есть, по истечении времени происходит выклев личинки, личинка поднимается наверх и выклевывается, выпускается в лоток. И еще три дня мальки живут в родных лотках. Сидят на стенках, набираются сил, но не едят. Природа такая. Карп в неволе не кормится, поэтому через три дня их уже отдают заказчикам. И разъезжаются малыши-корпенки по прудам всей России. После проверки мальков Алексей переходит в цех взрослой рыбы. Там пора кормить форелей. Кстати, зимой здесь еще были стерлязи и щуки, но сейчас они в пруду, на естественном корме. Алексей работает сегодня за троих. Председатель рыбхоза Евгений Викторович уехал договариваться с заказчиком в Нижний Новгород. Еще один рыбовод поехал делиться опытом в Тамбов. Но режим питания форелей нарушать нельзя. Рыбпроизводители здесь всегда кормят вручную. В отличие от форелей подростков, у них в цеху кормежка тоже строго по расписанию, но автоматическая. Этот цех в рыбхозе можно назвать рыбными яслями. Вот в этих лотках только что проклюнувшиеся личинки форелей. В каждом примерно по 7 тысяч штук. За 2-3 недели мальки вырастают и их сортируют и пересаживают из одной ванны в другую. Поэтому, например, вот в этой рыбешки уже довольно крупные, размером примерно по 2 сантиметра в длину. Эти рыбешки самый ходовой в рыбхозе товар. Лососевые очень популярны. Их, конечно же, уже выросших хорошо разбирают с перелавков. Да и на крючок половить любят. Кто-то платный рыбалка, кто-то частные прудики зарыбляет. Кому-то 5 килограмм в огороде выкопал яму, зарыбился. Кто-то, в общем, весной голова кипит, сколько народу. Но главный покупатель нижегородских мальков это все же другие рыбные хозяйства, выращивания для товарного состояния. И получается удивительное. Пол России в магазинах покупают живую рыбу, выведенную в Нижегородской области. Тамбов, Пенза, Рязань, Подмосковье. Вот в Тюмени один раз, говорю, самолетом отправляли. Но это, правда, уже 2 года назад было. Вот сейчас жду в субботу Самара, Тольятти приедут за личинкой карпа. И рыба, оказывается, выгодный бизнес. Карпа выводят в год 60 миллионов. Еще по 15 миллионов мальков, щуки, стерляди, форели. Того количества икры, которое заготовили в этом году, уже не хватает. Клиентов слишком много. И производство пора расширять. И этим на воду уже занимаются. Достраивают новый цех. Работать он начнет этой осенью. Алексей Александров и Максим Веселов из Ватского района. Объективно. Итоги недели. ННТВ. Другой выгодный бизнес организовали в Нижнем Новгороде. Вы только представьте себе. В центре полуторамиллионного города полигон строительных и бытовых отходов. Правда, те, кто живут рядом, попросту это место называют свалкой. История в многострадальном садовом товариществе Родник тянется уже седьмой год. Но на этой неделе появилась надежда, что эту свалку хотя бы запретят. Областная прокуратура начала очередную проверку. Довести дело до конца пока за семь лет оказалось не под силу ни той же прокуратуре, ни городской власти. Мусор складируется на частной территории. Ну и что, что она в центре города? Ну и что, что всем мешает? Разрешение на свалку мусора собственнику земли никто не выдавал. А он и не спрашивал. Городская власть особого рвения в решении этого вопроса не демонстрирует. И тонны битого кирпича, земли и просто бытовых отходов сваливают прямо под окна жителей города. Чтобы оценить масштаб бедствия, Сергей Щеплягин забрался повыше. С верхних этажей дома 15 по улице Ломоносова прекрасно видно, как массировано засыпают территорию, при этом погребая садовые участки и постройки. И такую картину местные жители видят уже больше семи лет. За это время завалены десятки садовых угодий. Свалка подобралась уже к жилым домам. По словам местных жителей, грузовики то и дело свозят мусор и землю. Раньше круглосуточно, сейчас перестали работать пока по ночам. Ежедневно это больше сотни, я не знаю, больше, наверное, двухсот грузовиков. Они вообще стоят в очередь. Масштабы огромные. Заваливают садовое общество, чем попало. Здесь все вперемешку. Крупный строительный мусор, бытовые отходы. В общем, чтобы любой ценой как можно быстрее освоить территорию. Владельцы садовых участков, чьи постройки еще не уничтожены, прекрасно понимают. На их сторону ни власти города, ни надзорные органы вставать не спешат. У Нины Александровны сад в товариществе родник уже 14 лет. Скоро участок тоже скроется под завалами. До него осталось три садовых домика. Вот через меня, через сад, буквально дом разрушили, даже кирпичную кладку, выбили все окна, сломали терраску. Завалят, потому что это не только виноваты как бы предприниматели, которые, ну, значит, попустительство наших властей. Долгие годы садоводы и жители соседних многоквартирных домов пишут во все инстанции и органы власти. Получают ответы, что какие-то меры принимаются. А тем временем сброс мусора и заваливание целого садового общества не останавливается ни на день. Ворота за моей спиной въезжают груженные самосвалы. Но никаких опознавательных знаков здесь нет. Кому принадлежит эта территория и что на ней будет построено, загадка. Проходим на саму площадку. Увидев видеокамеру, водитель бульдозера сначала пытается уехать, а потом просто скрывается на просторах помойки. Есть и пьяная охрана, которая вообще не в курсе, что стережет. Не знаю, начальника сейчас нет, он отсутствует. Так что конкретно подсказать ничего. Единственное, чем можно сейчас успокоить и садоводов, и жителей окрестных домов, к делу подключилась областная прокуратура. Очередная проверка должна закончиться в июне. Хотя если за 7 лет ни одна проверка не дала никакого результата, вряд ли в июне что-то изменится. Сергей Щеплягин, Алексей Калякин и Ренат Бигбаев. Объективные итоги недели ННТВ. Ну а теперь о добром и вечном. Пришло время рассказать о тех, кто удивил нас на этой неделе, а значит заслуживает и вашего внимания. Время нашей постоянной рубрики «Респект». Простота и легкость, с которой музыка может стирать границы и политические разногласия, поражает. Какой бы напряженной ни была ситуация на международном уровне, музыка всегда готова прийти на помощь. В Нижнем Новгороде под занавес этой непростой рабочей недели одаренные музыканты заставили зазвучать музыку народов всего мира. Ксения Доринова заслушалась. Начали, конечно, с русского бессмертного хора вдохновения детской музыкальной школы номер один. Близкие сердцу партитуры задали ритмы всему концерту. Не успели выдохнуть испанский колорит. Импульсивная, напористая, категоричная и в то же время изящная скрипка. Это новый городской проект. Музыка разных народов мира в исполнении детей также разных национальностей. Армянки Лида и Лилит играют любимым вару Нова Баджаняна. Ответственность огромная. Свои все-таки получилось. В музыке заметно то, что солирует одна, потом другая. И это передает то, что один друг другу должен помочь и никогда не оставлять в беде. Все-таки армянские принципы. Но по-настоящему порвали зал Поли и Владик. Сюжет песни прост. Жених не купил невесте сарафан и она ушла к другому. Русская забава. Хотя это тот самый случай, когда важно не что поешь, а как. теперь немного классики. Почувствуйте разницу. О чем страдает душа великого Шопена? Страдает так, что быть равнодушным к этой музыке просто невозможно. Аня Манукяна, лауреат множества конкурсов. Вообще, этот концерт собрал лучших учащихся музыкальных школ города. У Ани блестящая техника в каждом прикосновении к клавишам буря эмоций. Она говорит, что понимает Шопена. Бессмертная идея, которая живет даже после смерти человека. И вот эта идея, это и есть этот этюд. То есть, вроде бы, если ассоциировать, то человек в конце умирает, то есть в конце пьяно. Но последний пассаж это идея, его идея, которая остается жива. Потом был джаз на балалайке, потом американский кантри на домре, Алексей Дворянинов. Между прочим, уже известный во всем мире музыкант. Помимо виртуозного владения домрой, у Алексея есть одна музыкальная прихоть. На концерте не должно быть его мамы. Мама слушает всех остальных, а на Леша на выступление выходит. То есть, ты не любишь к этому маму? Люблю. Почему? Ну, как бы, порой эта критика немного неправильная. Даже педагог у меня говорит, то, что бывает пролетит какая-нибудь нота, для профессионального музыканта это уже не так страшно, как сыграть, не сыграть произведение, но мама уже реагирует на это очень критично, как бы, это все, ты виноват, все. А это ансамбль Паганини, смелые названия, правда. Сначала, говорят, побаивались выступать под таким именем, а потом ничего, втянулись, и не чайниками же себя в конце концов называть. Как бы то ни было, Хачатурян в исполнении этих скрипачей восхитительно. Слушать музыку, конечно, надо в концертных залах, что в наш техновек такая редкость, так что просто наслаждайтесь. Ксения Дорьнова, Михаил Городников. Объективно. Итоги недели. ННТВ. Такая неделя, такие итоги. О том, что ждет нас, узнаем из выпусков нашей программы. А пока смотрите на вещи объективно, разумеется, в эфире ННТВ. Пишите нам, звоните нам, расскажите о том, что волнует именно вас, и мы обсудим это в нашем эфире. Нам важно то, что важно вам. На этом все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова